МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований. Я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Дэвид Бекхэм, София Ротару, Мартин Скорсезе, Людвиг Ван Бетховен и Эрнеста Че Гевара. Этих людей объединяет одно. Все они страдали или страдают от аллергии. По прогнозам учёных, в 21 веке аллергия станет самым массовым заболеванием. А в России уже к 2015 году от разных её форм будет страдать половина населения. Но чем тревожнее прогнозы, тем настойчивее звучат заявления. На самом деле аллергия – не заболевание, а плод воображения пациентов. Кто же прав? 23 июня 2006 года. На одной из центральных улиц Варшавы скопление прохожих. Женщине плохо. Она задыхается. По толпе пробегает шёпот. Кто-то узнал звезду польского кино Еву Салатскую. Нам с вами надо поговорить. Да, о чём? В 80-е. Имя Евы Салатской не сходило со страниц польской прессы. Она успела засветиться и в советском кино. Роли роковых красоток часто давали актрисам из стран соцлагеря. Вот один из самых пикантных эпизодов фильма «Заклятие долины змей», вышедшего в СССР в 1987 году. Салатская играет французскую журналистку. Кто бы мог подумать, что эпизод окажется пророческим? Только в реальной жизни Салатская пострадает от укуса обыкновенной осы. Медицинская помощь в таких случаях часто приходит слишком поздно. Анафилактический шок. Сильнейшая аллергическая реакция. Сначала резкая боль, потом отек, одышка, потеря сознания. Порой достаточно нескольких минут, чтобы события приняли необратимый характер. Ева Салатская скоропостижно скончалась, так и не дождавшись приезда скорой. Ей было 49 лет. У Сергея Безрукова на съемках фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» также началась аллергия. Проблемы с кожей у актера появились из-за сложного грима. Безруков работал в специальной пластической маске, передающей черты лица Высоцкого. Британский актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, пострадал из-за очков. Во время съемок фильма «Гарри Поттер и философский камень» актер жаловался на сыпь и покраснение вокруг глаз. Вскоре выяснилось, у Рэдклиффа аллергия на никель, из которого были сделаны дужки очков. Экзема, крапивница, астма, атопический дерматит, анофилактический шок – всё это, по сути, проявление одного и того же недуга. Аллергия – это болезнь века, и удивляться этому нечего. От аллергии во всём мире страдают миллионы людей. И чем быстрее набирает темпы технический прогресс, тем больше становится аллергиков. Сейчас, по разным оценкам, это от 30 до 40% населения планеты. За все, так сказать, благо цивилизации приходится платить. У нас уже не та экология. У нас не столько машин, сколько было раньше. Изменилось у нас и питание. Все эти любимые разговоры о генетически изменённых продуктах – всё это, не пустые разговоры, всё это имеет свои последствия. Аллергические заболевания известны с древнейших времён. Римские врачи ещё в первом веке нашей эры описали симптомы сенной лихорадки. Сейчас больше известны, как поленос. Египетский фараон Менес погиб от анофилактического шока, вызванного укусом пчелы, а римский император Август страдал астмой. Кстати, существует версия, что именно приступ астмы помешал Наполеону Бонапарту выиграть битву при Ватерлоу. Якобы во время этого решающего сражения на полководца напали кашель и удушье. И он не смог командовать войсками. Несмотря на всё это, аллергия и в наши дни остаётся одним из наиболее загадочных явлений. Методы лечения спорны. Панацеи не существует. У врачей нет общего подхода, даже в таком, казалось бы, простом вопросе считать ли аллергию болезнью. Это понятие. Это не болезнь. Аллергия – это понятие, медицинское понятие, которое включает в себя целую группу заболеваний. И когда мы говорим об аллергии, мы имеем в виду конкретные клинические проявления. Известный артист цирка Юрий Куклачёв вообще не верит в болезни. Любые недомогания считает своеобразным ответом организма на неправильные мысли и поступки. У меня аллергия только на пьяниц. Чувствую запах спиртного. У меня прям чуть ли не... И на бесчестных людей, которые могут улыбаться, интеллигентно одеты и всё, но бессовестные, понимаете, люди, вот у меня на них аллергия. Я просто ухожу от них, я не могу им ничего говорить. И всё же однажды Куклачёву пришлось столкнуться с аллергическими проявлениями. У его сына Дмитрия в детстве появились странные симптомы. Температура опухает, что-то... Выйдем на улицу нормально, думаю, странная болезнь. Опять заходим дома или в цирке, температура, всё. Потом, когда мы проверили, выяснилось, что вот на лошадь, на пыль и на кошку. Аллергия на кошек у руководителя театра кошек. С такой насмешкой судьбы Куклачёв не мог смириться. Ведь кошки, по его убеждению, забирают отрицательную энергетику. Бывали случаи, когда больные люди выходили с его представлений здоровыми. Отказавшись от таблеток и инъекций, Куклачёв научил сына правильно дышать по известной методике. Девочка, а ты вот так вот уставь, затаивайся с кошечкой, и всё. Чтоб волосы, которые микрочастицы, не попадали в тебя. И он научился это делать. И сейчас работает с кошками, катается на лошади. И чувствует пыли. Никита Джигурда, пережив сильный приступ астмы, решил положиться на собственную интуицию и ресурсы организма. Первым делом он отказался от сигарет и алкоголя. А потом и от еды. Я отголодал в общей сложности больше года. По 3, по 7, по 10, по 20 дней, 30, самое максимальное 48 дней. В конце 19 века психиатр Маккензи сделал удивительное открытие. Аллергия возникает не только на реальные, но и на выдуманные раздражители. Пациентка страдала сильной аллергией на розы, а в кабинете доктора стоял роскошный букет. Едва увидев опасные растения, женщина стала задыхаться. Изумлению врача не было предела. Ведь цветы были искусственные. Правда, женщина об этом не догадывалась. Команду дают мозг, а не впрямую органы, не впрямую ткани человека начинают реагировать. Иммунная система запускается командой из психики. Так что же? Выходит, большинство аллергиков, мнимые больные и причины их недугов в голове. А весь опыт борьбы с аллергией – всего лишь очередной раздутый миф. И почему люди уже много столетий не могут справиться с аллергией? Термин «аллергия» принадлежит австрийскому педиатру Клеменсу фон Пирке. Он соединил греческие слова «аллос» – другой и «эргон» – действие. Проще говоря, аллергия – это странное, другое действие на организм человека. Возникает необычная реакция организма на факторы, не обладающие болезнетворным действием. На что только не бывает аллергии. Цветочная пыльца, шерсть животных, пыль, солнечный свет и даже собственный муж или жена. Микрофлоры в помещении, пищевые продукты, не патогенные, не болезнетворные бактерии, которые обитают в организме у каждого человека на слизистых оболочках носоглотки, кишечника, на коже. И тоже могут вызывать необычную реакцию организма. Музыкант Джон Бонжови прерывает свой концерт в Софии. Прямо со сцены он объявляет 50 тысячам зрителей. У него начался приступ удушья из-за ненастной погоды. Что это? Обычный звездный каприз или действительно аллергия на холод? Люди стали больше мигрировать, и их иммунная система, привыкшая эволюционно к воздействию определенного набора внешних факторов, получила достаточно много новой дополнительной информации. Иными словами, когда организм не может справиться с чем-то новым и непонятным, и как следствие раздражающим, он дает аллергическую реакцию. Сыпь, кашель, удушье и наиболее опасные – астму и анафилактический шок. Оса, только не двигайтесь. Чего? Оса, у меня аллергия. Не двигайтесь. Опасно. Ужали-то я погиб. Что? Поверьте, это так. Такая же тварь уже кусала меня. Чуть было не подох. В этом популярном французском фильме невезучего героя Пьера Ришара буквально на глазах раздувает от укуса сын. Его увозят на скорой, и буквально в следующей сцене Ришар появляется перед нами без всяких следов отёка. Но так ли просто исцелиться в реальной жизни? Когда мы говорим, можно ли вылечить аллергию, это больше философский вопрос. Ответ каждый ищет сам. Так первая леди США посвятила своему опыту борьбы с аллергией целую книгу. Оказывается, старшая дочь Мишель и Барака Обамы с трёх лет страдает астмой. Советы миссис Обамы вполне в русле традиционной медицины. Почаще мыть пол, избавиться от ковров и выдравить тараканов. Современные врачи пытаются бороться с аллергией десятками разных способов. На первом месте, конечно, таблетки и микстуры. Однако они способны лишь снять обострение. А в ряде случаев и сами провоцируют аллергию. Да, это, по сути, индустрия, индустрия выкачивания денег. Сегодня у нас чем больше больных людей, тем лучше для тех, которые производят лекарства. Альтернативных методов лечения аллергии масса. Говорят, жителям Таиланда хорошо помогает кефир. В России пустующую нишу поспешили занять экстрасенсы. Так небезызвестный Алан Чумак по-прежнему проводит свои лечебные сеансы. Он обещает избавить от любой аллергии, но при одном условии. Человек должен безоговорочно верить ему. В основе любого заболевания, в основе любого, лежит нарушение энергоинформационных структур. То есть информации. Сбой в информации даёт неправильный выход. Значит, задача – подавить эту неправильную реакцию или убрать её вообще. Исключить неправильность, восстановить норму. И вот энергоинформационным образом аллергия лечится очень хорошо. Алан Чумак уверяет, проблема не в организме, а в биополе больного. И если привести в норму энергетику человека, аллергия исчезнет. Почему? Потому что то, что, допустим, делаю я, это не медикаментозное подавление реакции, а это убирание причины заболеваний. То есть восстановление нормы в организме. Нормальная реакция организма на то, что попадает в сам организм. Специалисты по нейролингвистическому программированию готовы сказать своё слово в деле излечения от аллергии. По их мнению, аллергия – это психологическое заболевание, а в его основе сильный стресс. К примеру, человек переел апельсинов. Организм выдал защитную реакцию – сыпь. Аллергик испытал стресс, который отложился в подсознании. Он запоминает, о, вот это вещество, да, оно оказалось для меня достаточно опасным. И дальше психика создаёт, ну, мы это называем триггером. То есть вот эта готовность быстро среагировать на вот такого рода опасность. В следующий раз пострадавший может покрыться сыпью уже от одного вида и запаха апельсинов. Чтобы этого не происходило, нейролингвисты разработали специальную методику. Например, если там у нас апельсиновый сок вызывает аллергическую реакцию, то лимонный, например, не вызывает, или грибфрутовый. Очевидно, есть аллерген, есть антиаллерген. Мы подбираем антиаллерген – вещество, на которое абсолютно здоровая реакция. Лечебное голодание, сеансы телепатии, нейролингвистическое программирование. Спасут ли нас от аллергии все эти методы? Ответ медиков однозначен. Конечно, нет, это чушь собачья. Абсолютная абракадабра. Я всегда привожу аналогию с локомотивом, который трудно сдвинуть с места, для этого нужна очень большая энергия. Но если он уже развил скорость, его также тяжело остановить. Для этого нужны специальные методы и специальные обученные профессиональные люди. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано 300 миллионов больных астмой. Мне кажется, вряд ли все они ипохондрики, и люди с больным воображением. А вот в России по старинке серьёзность аллергических заболеваний недооценивают. Об этом говорит огромный разрыв между реальным и зарегистрированным количеством больных. К медикам обращается один из ста. Остальные занимаются самолечением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok